Какой будет повестка переговоров лидеров России и Японии по вопросу о Курилах? До назначенной встречи Владимира Путина и Син Заабе осталось 4 дня. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил с официальным заявлением по этой теме, а также прокомментировал ряд других важных вопросов. Подробности в материале Артема Высоцкого. По словам Геннадия Зюганова, президент клялся на Конституции, гарантируя территориальную целостность и суверенитет страны. А это значит только одно – Курилы должны оставаться российскими. Они принадлежат всему народу и должны быть надежно защищены. Эта принципиальная позиция должна выполняться любыми правителями Российской Федерации. Если вы уступите хоть один вершок, хоть один гектар, вам завтра выкатят минимум 12 претензий, начиная от Выборга, Калининграда и по всей границе. И вы уморитесь оправдываться и разъяснять свою позицию. В 56-м СССР собирался передать Японии острова Шикотан, Хабамай с условием, что это произойдет после подписания мирного договора. Но в 60-м в ответ на японо-американское соглашение о безопасности советское правительство обязательство аннулировало. Мы 70 с лишним лет живем без мирного договора с Японией. Ну и что? У нас установлены дипотношения, у нас существуют посольства, консульские учреждения. Сам факт торговли территорией, он вызывает отторжение. Понимаете? Не пядя русской земли. Это, в общем-то, не пустой взвод. Очевидно, что Япония во внешней политике зависит от США. Соответственно, надеяться на инвестиции страны восходящего солнца в нашу экономику не приходится. Есть простой народ, который категорически встанет, я уверен, встанет стеной на пути любого изменения статуса этих территорий дальневосточных. И есть та прослойка, которая коллаборационистов, которая может пойти на любые тяжкие, как говорил Карл Маркс, нет такого преступления, на которое бы не пошел капитал во имя прибыли. Лидер КПРФ особо отметил, на фоне международной повестки внутренние российские проблемы, как правило, остаются за кадром. По его словам, Иркутская область за несколько лет вырвалась вперед по уровню экономического развития. Но против действующего губернатора в СМИ развернута травля. В Хакасии же было сделано все, чтобы у власти остался неэффективный и дискредитировавший себя управленец. А нового губернатора пытаются обвинить в том, что он выписал членам своей команды огромные премии. Выписал премию, средняя зарплата, какая вы знаете там у них? Оклад 22 тысячи у министра, у вице-премьера 24 тысячи, даже 200 процентов это 45 тысяч. Разве можно в Москве на 24 тысячи с ребенком, живя в Хрущевке, выжить? Коснулся Геннадий Зюганов и темы иска, с которым в суд против него обратился владелец «Русала» Олег Дерипаско. Лидер коммунистов ранее выступил с заявлением, назвав бизнес предпринимателя аферой и преступлением. Поэтому я и предложил в Думе, я выступил и сказал, что это авантюра, которая пахнет крупным преступлением, связанных с национальной безопасностью. И предложил, предложил сформировать комиссию и срочно разобраться. Поэтому пусть он судится, наша юридическая служба работает. В свою очередь коммунисты инициировали создание комиссии в Государственной Думе, чтобы расследовать деятельность бизнеса, принадлежащего российскому олигарху. Артем Высоцкий, Красная линия. Дата, значение которой трудно переоценить. Сегодня исполняется 365 лет в Переяславской Раде. 18 января 1654 года Украина воссоединилась с Россией. Семилетняя война с речью посполитых. Шесть раз обращается Богдан Кмельницкий к царю Алексею Михайловичу о необходимости присоединения. И в то тяжелое время тогдашний представительный орган Земский собор принял решение о принятии в состав России Слободской Украины. Или Детмальчины, как его тогда называли. Напомним, Переяславская Рада – это собрание представителей запорожского казачества во главе с Богданом Кмельницким. На этом собрании было принято исторически важное решение об объединении запорожского войска с Россией. Слава народу русскому, брату нашему, что подал нам руку в борьбе страшной. Скоро день настанет. Соединится брат с братом. И не будет силы той, чтоб нас сломило. Еще 65 лет назад годовщину объединения России и Украины отмечали с размахом по всему Советскому Союзу. Самые масштабные мероприятия проходили в Москве и Киеве. Демонстранты несут макет Ордена Ленина. Этой высокой накрады удостойна Советская Украина и ее столица Илья. В годовщину Переяславской Рады пройдут праздничные мероприятия в Ростове-на-Дону. О них рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По инициативе нашей партии и фракции пройдет большой-большой фестиваль и торжества. 18 января исполняется 365 лет Переяславской Рады. Мы проведем в Ростове выступления творческих коллективов, ведущих политиков и наших руководителей. Это будет проявление подлинной дружбы. Подробнее о праздничных мероприятиях мы расскажем в ближайших выпусках, а пока к другим новостям. Газпром Межрегион ГАЗ обжалует решение суда города Грозного о списании жителям Чеченской Республики задолженности за газ. Речь идет о сумме в размере 9 миллиардов рублей. Как сообщается на сайте Республиканской прокуратуры, требования оплатить коммунальные долги создавали в обществе социальную напряженность и могли вызвать протесты населения. Коротко о других новостях в стране. Следователи не обнаружили следов взрывчатых веществ на месте обрушения части дома в Магнитогорске. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. По ее словам, версия взрыва бытового газа остается приоритетной. В России могут запретить продажу алкогольной и табачной продукции в обычных магазинах. Законопроект об этом разработали в Госдуме. Предполагается, что алкоголь и табак будут продавать в специализированных торговых точках, вход в которые несовершеннолетним будет запрещен. С 20 января РЖД начнет продавать невозвратные билеты. В компании заявляют, что приобретая их, пассажиры будут экономить от 5 до 20% от стоимости проездного документа. Сначала невозвратный тариф будет протестирован на нескольких пилотных маршрутах. Согласно опросу в ЦИОМ, каждый пятый россиянин собирается окунуться в прорубь в православный праздник Крещения. Среди желающих преобладают мужчины. Стоит отметить, что 80% опрошенных высказались против купания. Эпоха приватизации, казалось бы, закончилась в 90-х. Миллиардеры, которые сколотили за счет распроданной государственной собственности свое состояние, сегодня расплачиваются по счетам. Власти США потребовали от руководства компании ЕН-Плюс вывести из состава акционеров бывшую супругу Олега Дерипаски Полину и ее отца Валентина Юмашева, зятя Бориса Ельцина. На самом же деле приватизация продолжается. Одно из ее проявлений – инициатива правительства ликвидировать государственные и муниципальные унитарные предприятия, которые отвечают за жизнеобеспечение наших городов. Идея сокращения роли государства в экономике обсуждалась и на прошедшем Гайдаровском форуме. Итоги в нашем материале. По итогам Гайдаровского форума сложилось впечатление, что некоторые российские либералы поливели. Чего только стоит заявление первого зампреда правительства Антона Силуанова и главы Роснана Анатолия Чубайса. Силуанов заявил, что реализация майских указов 2012 года провалилась из-за отсутствия системы управления и вертикали. А для выполнения новых необходимы контроль и мониторинг. Ленин в одной из своих работ говорил, цитата, «Учет и контроль – вот главная экономическая задача каждого совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов». Конец цитаты. А Чубайс и вовсе считает, что при необходимом повышении цен на электроэнергию основная часть расходов должна быть переложена на более состоятельную часть общества. Цитата. «Богатые платят больше, бедные платят на том же уровне». Конец цитаты. Казалось, что еще немного и Анатолий Борисович начнет бороться за инициативу КПРФ о введении дифференцированной шкалы налогообложения. Но он вовремя исправился. Чубайс заявил, что Россия – страна бедная, но цена на электроэнергию у нас не соответствует общемировым. Правда, он забыл уточнить, кто сделал нашу страну бедной. Я считаю, что наши цены на энергоресурсы не имеют никакого отношения к мировым. Страна живет по своим законам, со своей покупательной способностью населения и со своими особенностями. И со своей ситуацией. Сейчас ситуация по отношению к населению, в общем, далека от позитивной. Равнение на мировые тренды – вот, пожалуй, главный девиз подобных форумов. Даже кризис, сложившийся в нашей экономике, можно считать общей мировой тенденцией, которая распространяется и на Россию. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.